Сегодня военное подразделение занято не повседневными рабочими делами, а проведением праздника Ноу-Рус. Если обычно девушки носят военную форму, то сегодня они оделись не по уставу, ведь сегодня все в казарме готовятся встретить Ноу-Рус. В военную часть в гости заглянули высокопоставленные чиновники Южной столицы, которые с большим удовольствием приняли участие в процессе приготовления национального блюда. Солдаты могут заниматься не только военными делами, как видите, мы тоже, наряду с остальными гражданами Кыргызстана, проводим сегодняшний праздник. В связи с праздником бойцы устроили концерт и сами готовят сумок. Представители местной власти Ваачио увидели жизнь простых солдат и прошлись по казарме. Уполномоченный представитель правительства Божькой области лично побеседовал с каждым военнослужащим. Большая разница между состоянием сегодняшней армии и состоянием той, которая была 10-15 лет назад. Настроение солдат на высоком уровне. Мы побеседовали с солдатами, многие из них намерены продолжить работать здесь, после окончания службы. Если раньше знакомые и родственники просили помочь откосить ребенка от армии, сейчас же, наоборот, просят помочь зачислить их в ряды вооруженных сил. Я думаю, что это показатель изменений в этой системе. Также солдаты военного подразделения под аккомпанемент оркестра промаршировали в торжественном шествии. В ходе мероприятия военнослужащие продемонстрировали свою мощь и силу. Солдаты подразделения выступили с показательным выступлением, где было инсценировано реагирование оперативной группы в случае террористической атаки. Преступники задержаны, а взрывные устройства обезврежены саперами. Гости праздника смогли насладиться не только праздничным столом и представлением, а также они смогли познакомиться с вооружением военной части. Мерим Кубаныч Бекказе, Роза Курманбекова, Джо Март Караев, Новость Ошпери.